О, как на склоне наших лет! Нежней мы любим и суеверней! Сияй-сияй, прощальный цвет! Любви последней, зови вечерней! В свои девяносто Вера Васильевна Синина по-прежнему красивая и молодая. Признается позитивной, настрой помогает справляться с недугами. Актерская память не подводит стихов. Актриса на пенсии знает столько, что позавидуют молодые. О службе в театре Вера Васильевна вспоминает с ностальгией. Я играла конька-горбунка, ешовскую сказку. На мне, значит, вот так вот. Здесь головка конька, здесь лицо. Здесь вот висят копыта, по всем правилам. В театр юного зрителя она пришла в 50-м, и он стал ее судьбой. Сын Вера Васильевна Владимир про себя, говорит, родился в театре. В зрительном зале даже было кресло, билеты на которые не продавали. В кулуарах его называли «Вовкино место». Мы часто ездили летом, практически очень много гастролей было по пионерским лагерям. И я помню, возили огромный сундук. В этом сундуке была декорация, и меня сажали на сундук. Я охранял, и был как царь горы, потому что все понимали, что я где-то рядом с этими актерами. За 40 лет в театре актриса редкого амплуатора «Вести» сыграла десятки ярких ролей. Коллеги с теплотой вспоминают, каким хорошим партнером она была на сцене. Она такая жизнерадостная, такая жизнелюбная. Это у нее энергии просто... И вот сейчас, даже в свои 90 лет, она, в общем-то, человек довольно-таки такой... С ней можно поговорить, да, хвори одолевают, да, ноги, может быть, подводят. Но, тем не менее, она очень здраво мыслит, рассуждает, и очень хорошая память у нее сохранилась. Дай Бог ей еще здоровья и еще долгих лет жизни. Возраст всего лишь дата в паспорте, уверена Вера Синина. И надеется, что здоровье не подведет. И через 10 лет она будет принимать поздравления уже с вековым юбилеем. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.